Школьное молоко со вкусом антибиотиков. Следы препаратов тетрациклиновой группы нашли специалисты Россельхознадзора. По их данным, сомнительный напиток для школ привозной. Но и в регионе работают три производителя обычного молока, которым тоже есть вопросы. Было молоко воронежского производства. В Роспотребнадзоре готовятся к повторным анализам. Результаты уже сделанных попали под сомнение. Руководители нескольких школ заявили, что о претензиях к качеству продуктов слышат впервые. Часть руководителей сообщили нам, что никаких проверок не было. Никакого отбора проб молока у них не осуществлялось. И теперь мы проводим расследование относительно легитимности, то есть правомерности не только самих действий, но и выясняем все-таки происхождение этого молока. Если кто и знает молочную истину, так это буренки. Антибиотики им дают при некоторых заболеваниях. Вот только обнаружить следы медикаментов должны были еще на производстве. Сыром молоке. Почему Россельхознадзор устроил проверку уже в школах, неизвестно. Альтернативы некачественным привозным напиткам в регионе есть. Школьное молоко выпускают на заводе в Энджелсе. К его продукции вопросов и проверяющих не возникло. Учебным заведениям из районов области уже посоветовали сменить поставщика. Что касается Воронежской области, Нижнего Новгорода, мы уже сегодня дали рекомендации муниципальным образованием пересмотреть договора немедленно. У нас есть возможность. У нас Энгельский молозавод, основной поставщик школьного молока, может поставить молоко практически в любой район Саратовской области. Были или нет следы антибиотиков в молоке, пока говорить рано. В области еще несколько дней продлится расследование. Однозначно можно утверждать только одно – от такого количества препарата ни взрослые, ни дети пострадать бы не смогли. Нина Мышкина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.